Я хочу обратиться сегодня, но перед этим вначале, хочу прочесть вам один стих, и знаете, я сегодня видел это, ну, услышал сегодня в духе для себя, как ободрение и такое назидание, напоминание, наверное, каждому из нас. Хочу прочитать сегодня из Колоссяна 1 главы 12 стих, Колоссяна 1 глава 12 и 13 стихи, здесь написаны такие слова, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. И знаете, я хочу сегодня ободрить и напомнить каждому верующему, есть здесь кто-нибудь, рожденное свыше, кого Бог избавил от власти тьмы? Есть такие люди? Присутствуют? Так вот, хочу вам сказать, Бог, когда избавил нас от власти тьмы, Библия говорит, Он ввел нас, то есть буквально Он перевел нас через границу царства тьмы, Он вместе с нами, благодаря кресту Христову, вводит нас в царство возлюбленного Сына, Он делает нас соучастниками, сонаследниками. Друзья, слушайте внимательно, не для того, чтобы мы периодически вновь возвращались на территорию царства тьмы, аминь. Если ты уже на территории царства жизни, царства света, царства Божьего, живи там, начинай там пускать корни, начинай там цвести, начинай приносить плоды, умножайся, усиливайся, потому что я хочу вам сказать, когда ты будешь возвращаться туда, друзья, там ничего нет. Хотел еще одно место читать, но не буду, там про свиней, которые возвращаются, и собак, которые возвращаются. Поймите, друзья, вот там то, откуда Бог нас извлек, не нужно возвращаться туда. Я хочу сегодня ободрить каждого, кто именуется именем Божьим. Друзья, напоминайте себе это постоянно, я не знаю, культивируйте в своем сознании, в своем сердце о том, что вы находимся с вами в царстве Божьем. Мы находимся в царстве возлюбленного сына, нам не нужно возвращаться вновь туда, но что мы делаем в царстве возлюбленного сына? Мы учимся менять нашу жизнь. Я все время говорю людям, знаете, ну я же простой в общении, я говорю, послушай, если ты хочешь сидеть одной попой на двух стульях, ты должен понять, они разъезжаются. И по мере приближения нашего, нашего приближения телесного к царству Божьему, когда мы все однажды оставим эту плоть на этой земле, там, где она должна быть, прах к праху, и мы пойдем встречаться с отцом, друзья, есть такой риск умереть от разрыва попы, которая сидит между двух разъезжающихся стульев. Поэтому ты нужно уже определиться, если ты в царстве возлюбленного сына, тогда знаешь, что нужно сделать? Нужно и жизнь свою менять, соответственно. И об этом как раз и церковь. Церковь Божья о том, чтобы научить нас, каков Бог, чтобы наши жизни менялись, чтобы наши сердца менялись. Кто-то скажет, все, я уже изменился. Серьезно? Смутные сомнения мучают меня уже 27 лет со Христом, и все понимаю, как-то заново он открывается, ты понимаешь, Боже мой, и здесь, и здесь, и здесь. Слава Богу, иду туда, на небо, значит. Значит, идем. Поэтому, друзья, хочу сегодня ободрить вас таким словом, проповедью. Давайте мы закроем глаза, помолимся сегодня, отдадим свои сердца в руки Божьи, чтобы Господь сегодня во время проповеди, Он менял наши сердца. Это самое большое желание моего сердца. Пусть Бог меняет мое сердце. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарим Тебя, славим Тебя, возвеличиваем Тебя, Господь. И мы просим Тебя, чтобы Ты сегодня менял наши сердца. Господь, меняй наши сердца, преображай наши сердца, Господь, в Твой образ, более и более, Господь, чтобы слава Твоя была видна в нашей жизни. Чтобы наши жизни преображались, отражая Твой свет, Твое сияние, Твою славу для этого мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Знаете, есть такое, бытует такое мнение. Вот знаете, вот если бы задали вам вопрос, смотрите, внимательно, слушайте все. Если бы вам задали вопрос, о чем нужно или необходимо проповедовать в церкви? Вот вопрос, как бы вы ответили? О чем нужно проповедовать в церкви? О жизни. О жизни. Кто-то говорит. Кто-то говорит о Боге. О хождении с Богом. Хороший вопрос, правда? Об отношениях с Ним. О чем нужно проповедовать? Смотрите, меня однажды, ну, знаете, я пастор, и я всегда, когда вот с лидерами домашней группы общаюсь с пасторами, я говорю всегда, когда ты проповедуешь проповедь или ты проводишь домашнюю группу, всегда задай себе вначале вопрос, что Бог хочет, чтобы в конце этой домашней группы произошло? Вот чего ожидает Бог? Что Он хочет? Потому что вы же понимаете, если ты проповедуешь просто потому что проповедуешь, и ты думаешь о том, что ты просто что-то рассказываешь о Боге, что-то происходит, вы удивитесь, но это неправда. Всегда, друзья, всегда, абсолютно всегда первым должно, что хочет Бог, чего Он хочет. Что должно произойти в результате этой проповеди? Измениться. Хороший вопрос. Зачем? До неба дойти? Чтобы дойти до неба. Хороший вопрос, правда? О чем должна быть проповедь в церкви? Я, друзья, вы знаете, так, из практики моей пасторской скажу вам одну простую истину. Проповедь в церкви должна быть о том, как Христос должен больше и больше отображаться во мне. И если сегодня нужно для этого говорить об отношениях с Богом, я говорю об отношениях с Богом. Если сегодня нужно говорить о жизни, о преображении жизни, я говорю о преображении жизни. Если сегодня нужно говорить о том, какие дела или какие плоды должны быть или являются подтверждением или проявлением того, что я с Богом, я говорю сегодня о плодах, о служении. Смотрите, все в нашей жизни должно крутиться о том, строиться вокруг того, чтобы Христос отображался во мне. Аминь. И смотрите, друзья, знаете, я как-то уже недавно на проповеди говорил, Почему иногда пастор или лидер домашней группы говорит, слушай, ты вот там то-то, то-то, ты согрешил, ты то-то, то-то. Кто-то думает, я знаю, что у некоторых людей возникает мысль иногда, что лидер наблюдает за ним, смотрит и думает, а что, если я там не согрешил бы, то Бога бы не было. Да, послушайте, вы не поняли? Значит, вы не поняли. Когда я грешу, это означает, что где-то мое отражение Христа в моей жизни, оно начинает, знаете, так размываться, становится все менее и менее видным, менее заметным, поэтому я и грешу, поэтому я и попадаю на эту территорию. Но предназначение церкви и проповеди, друзья, еще раз повторюсь, в том, чтобы этот образ всегда был на высоте в нашей жизни. Поэтому сегодня, друзья, проповедь, это не скучное время. О, классно, во время поклонения такие мурашки ходят. Сходите на концерт, я не знаю, кого там, ну, бумбокс, например, да, ой, лузи, червона. У кого мурашки бегали, когда слушали эту песню в начале войны? Вы понимаете, друзья, это ж мурашки, это ж не то. Я всегда говорю, либо выключи телек, либо слезь с муравейника. И мурашки перестанут бегать. Вот, друзья, проповедь, это не место, где мурашки бегают. Проповедь, это место, где я смотрю на Христа, и где, я говорю, Господь, смотрю на Него и на свою жизнь, на Него и на свою жизнь. Беру это, одеваю слово, примеряю, как девушка перед зеркалом, так, не полнит немножко, не, ну, что-то сильно тянет, как-то слово сжимает. Не, не буду брать этот размер, это мне не нравится, это мне не подходит. Нет, пора худеть. Духовно. Вы понимаете, сжимать себя в чем-то, меняться, обрезать себя в чем-то и так далее. Короче, пусть слово меняет нас сегодня. Поэтому сегодня я хочу проповедовать, друзья, на очень интересную, на мой взгляд, тему. Тема звучит так. Что тебе до того? Ты иди за мною. Что тебе до того? Или можно сказать, до этого. Или до того, или до этого, все равно, без разницы. Давайте прочтем интересное место из Библии. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Мы будем читать с 20 стиха. И пусть это слово сегодня нас меняет. Вы знаете, эту историю кто-то слышал? Это история после воскресения Иисуса Христа из мертвых. Его ученики, они ловят рыбу, как всегда. Они, знаете, такой посидели. Христа нету. Делать что не знаем. Что надо делать? Пойдем на рыбалку, куда обычно ходили. Правда? Заметьте, как интересно. Где начинается история апостолов со Христом на озере? Когда они ловили рыбу, правда? Где опять они с ним встречаются? На том же озере, где они опять ловят рыбу. Вы понимаете, что такое жизнь без Бога? Вот вам ответ, друзья. Если в твоей жизни исчез Бог, где ты встретился с Ним? За стаканом водки? Поверь мне. Если ты оставишь Бога, тебе опять придется встретиться с Ним за стаканом водки. Ты не можешь стать лучше, понимаете? Убери из жизни Христа, и ты получаешь. И вот они встречаются с Ним. Смотрите, друзья, интересная история. Иисус берет Петра, и он говорит Петру, пошли. И он идет и говорит ему замечательные слова. Любишь ли ты меня, Петр? Люблю. Тогда паси моих овец. Снова говорит ему, любишь ли ты меня, Петр? Люблю. Паси моих овец. Опять говорит, любишь ли ты меня? И Петр уже в недоумении Христе говорит, слушай, ну люблю тебя точно. Говорит, тогда паси моих овец. И вдруг неожиданно Петр оборачивается назад и видит, он думал, что он Петр, и он шел вдвоем с Христом. Смотрит, там сзади еще один ученик идет. И вот смотрите, с чего история начинается. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? О ком идет речь, кто знает? Иоанн. Иоанн. Не креститель, но Иоанн. Далее. Его, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? То есть, знаете, я знаю, что мы всегда идеализируем многие вещи, и нам кажется, что и апостолы, они чуть ли не были там, знаете, ходили по воде вместе со Христом. Я вам хочу сказать, друзья, примерно эта история выглядит так. Петр думал или подумал, что из всех одиннадцати оставшихся в живых нет подобного мне, нет подобного мне. Ну и так далее. И Петр вот он, и тут он оборачивается и смотрит, еще есть, оказывается, кто-то подобный ему. И он ревновать, конечно, начинает. Он начинает говорить, а что ему, что? Смотрите, Христос говорит ему уникальнейшие слова. Он говорит, любишь ли ты меня? Да, паси моих овец. Вы понимаете, что он в этот момент, он передает церковь, он передает невесту Христа Петру, и Петр в этот момент, принимая эту невесту, начинает ревновать. А что он? А что он? А что он? И дальше читаем 22 стих. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Вы знаете, что я обнаружил? Если мы говорим, друзья, о том, что проповедь или жизнь христианина после покаяния – это преображение в образ Христа, многогранное преображение, состоящее из множества компонентов, я хочу вам сказать, друзья, не ошибайтесь или не удивляйтесь, вы не ошибетесь и не удивляйтесь тому, что у некоторых из нас, а я бы сказал даже у всех, у всех абсолютно, у нас будет момент, когда мы будем размышлять, а может быть принимать решение даже, о том, следовать нам дальше за Христом или нет. У кого-то было такое, что вы отходили от Бога? Бывало. Вы думаете, друзья, это было неосознанное, спонтанное такое решение? Я вообще ни при чем, я же не отходил. Ну так, планета повернулась не в ту сторону. Послушайте, я вам скажу, открою одну простую правду. Абсолютно все люди, которые однажды отошли от Бога, они знают, если глубоко заглянут в свое сердце, они знают, что это было осознанное решение. Да, оно не было решением одного дня, да, оно не было сиюсекундным, минутным решением, но это было постепенное, постепенный отказ, или точнее так, результат постепенного отказа преображаться в образ Христа. То есть в результате, когда я говорю, ну и здесь я нормальный, здесь, и здесь, и здесь, в какой-то момент времени ты понимаешь, что тебе Бог уже настолько-то и не нужен. И смотрите, друзья, в этот момент, в этот момент мы находим интересные, я специально записал для себя, мы находим интересные моменты. Смотрите, мы начинаем иногда смотреть в такие моменты на обстоятельства, которые не соответствуют нашим ожиданиям. И знаете что, мы говорим, ну, Бог, где же ты? Что люди на самом деле в этот момент говорят? Смотрите, они говорят, Бог, обстоятельства моей жизни не настолько хороши, как я ожидал, что они должны быть, если я последую за тобой. Кому из вас нравится сегодняшняя война? Никому, правда? Никому не нравится? У меня вопрос, так где же Бог? Знаете, сколько людей по этой причине за это время отошли от Бога? Масса. Поверьте мне, масса людей, которые приткнулись, внимание, они приткнулись на том, что обстоятельно, где же Бог? Бог, если Бог есть, как Он допустил это все, и так далее, и так далее, и так далее. Послушайте, вспомните момент, когда вы покаялись. Какие обстоятельства в этот момент для вас были важны? Вообще никакие. Вообще все равно. Я покаялся в середине 90-х годов, когда, поверьте мне, обстоятельства вообще не шептали о том, что нужно быть с Богом. Они шептали об обратном, кричали об обратном. Но среди этого всего, если ты смотришь, смотришь на Христа, ты не будешь переживать. Второй момент. Вы знаете, иногда, друзья, иногда некоторые люди, покаявшись и ходя с Богом, они начинают чуть-чуть остывать, и происходит интересный момент. Они начинают смотреть вокруг и начинают замечать людей, которые, как им кажется, недостойны Бога. Или, или они несут или получили в свою жизнь, получают то, на что они не имеют права. В общем, мы смотрим на неидеальных людей. И из-за неидеальных людей иногда отходим от Бога. Бывало такое? Вы знаете, как со мной поступил мой предыдущий пастор? У меня вопрос. А вы знаете, как мы поступаем с Богом каждый день? И мы по этой причине, нам кажется, что эта причина, она достаточна для того, чтобы отойти от Бога. Что говорит Христос? Он говорит, что тебе до того? Ты иди за мной. Сестра, а что ты перестала ходить в церковь? Пастор, вы знаете, вот я с этим человеком столкнулась, и я поняла, если верующие такие, послушайте, все верующие, слушайте внимательно, ровно такие, как ты. Именно по этой причине тебе так дискомфортно в этой жизни. Еще раз повторяюсь, все, абсолютно все до одного верующие в этом мире, ровно такие, как ты. Они ровно настолько хорошие и ровно настолько плохие. И если ты притыкаешься из-за каких-то людей в своей жизни с Богом, значит, пришло самое время на кого посмотреть? На себя. А потом на Бога и сказать о том, что Господь, лучше я буду следовать за тобой. Еще одна причина, друзья. Мы иногда притыкаемся, люди иногда притыкаются, не мы, мы, вы нет. Люди иногда притыкаются на Бога, потому что им кажется, что они чего-то недополучили. Вот они должны были получить. Ну вот прям, ну, ну, все шептало о том, что я должен это получить, но недополучил. И мы говорим, все, 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 хватит, в конце концов. Сколько можно уже? Я уже устал жить в этом. Бог, я зачем к тебе пришел? Вот правда, а зачем ты к нему пришел? Хороший вопрос, да? А зачем ты к нему пришел? Я пришел, и уже 30 лет иду за ним, чтобы у меня была семья классная, а у меня вообще семьи нет. Как бы... Послушайте, если Бог, если ты пришел к Богу из-за семьи, и Он даст тебе семью, неужели вы думаете, что Он настолько глупый и не понимает, что будет следующее после этого? Вы от Него отойдете сразу, потому что вы получили то, чего вам хотелось. А что Бог хочет? Бог хочет, чтобы мы преображали в Его образ. Еще есть одна причина, по которой люди иногда прекращают свое хождение с Богом. Нам иногда кажется несправедливой сама жизнь. Вот сама жизнь, она такая несправедливая. И вот здесь у меня не получилось. И вот здесь я так мучаюсь. И мне так тяжело. И мне так то, и то, и то, и то, и то. И Бог все! Все! Хватит уже! Ну, слава Богу, друзья, что Бог не такой. Вот честно, ну, слава Богу, что Он не такой. Я вообще думаю, сколько раз Бог бы... Вы знаете, если бы Бог каждый раз, когда люди Его предают, махал бы на нас рукой, слушайте, ураганы бы и штормы в этой жизни не прекращались. У нас бы, понимаете, ветер был бы все время и всегда, шквальный, штормовой ветер был бы, если бы Бог махал рукой, вот так, понимаете? Так короче, так короче, так короче. Вы понимаете, у нас атмосфера вот так вот носилась. Понимаете? Вот в чем дело. Бог же не махает рукой, потому что жизнь несправедлива. Он смотрит все равно вглубь, Он смотрит чуточку глубже. Ну, в общем, какой урок, друзья, какой урок очень важный мы должны вынести из этой истории? Запомните, самая большая причина, самая большая причина, как ни странно, все я назвал это такие параллельные, но самая большая причина заключается в следующем. Когда Бог говорит, ты иди за Мною, я вам открою страшную тайну. Большинство христиан, они понятия не имеют или имеют весьма смутное представление, что означает идти за Богом. Вот в чем вопрос. Смотрите, это очень легко проверить. О чем мы молимся? Кто был внимательный на прошлой проповеди, помните, я сказал, что молитва – это самый важный индикатор наших отношений с Богом. Веры, правда? Если я верю действительно Богом, я буду молиться. Вопрос, о чем молится большинство верующих людей? О своих нуждах. О том, что припекло, о том, что болит, о том, что тяжело, и так далее. Ну, честно, давайте будем честными, об этом молимся. И смотрите, у многих верующих людей возникает ложное представление о том, что идти за Богом – это и есть как раз решать свои проблемы с помощью Бога. То есть буквально, я беру, пастор Виталий, можно вот? Представьте себе, что вот смотрите, такой замечательный, красивый, он Иисус. И я прихожу к этому Иисусу, я говорю, Иисус, я тебя так люблю, спасибо, что ты прости мне мои грехи, и он прощает мне мои грехи. И потом я говорю, Иисус, я хочу идти за тобой, куда бы ты ни пошел. И вот мы начинаем наш земной путь вместе с Иисусом. Смотрите, идем, и Христос начинает идти, вот туда вправо идешь, а я говорю, сюда, за мной, ко мне. Ты куда это собрался идти? Я же хочу следовать за тобой, а если ты уйдешь, как я за тобой буду следовать? И мы начинаем этого Христа водить за собой. Мы его водим за собой, ведем, ведем. Он же сказал, что тебе до того, ты иди за мной, я за тобой пойду, куда бы ты ни повел. Меня не пошел. А идешь ты сегодня, Христос, туда. Туда я. Туда, куда ведут меня мои нужды. Тебя. Вы понимаете, мы сделали Христа вообще, знаете как, когда ты идешь на рыбалку, например, на рыбалку, есть определенные отличительные места. Ты смотришь камыши, говоришь, ага, вот здесь может быть такая рыба. Ты смотришь глубина, ага, здесь такая рыба может быть. Знаете, есть такие признаки. И вот знаете, как для многих верующих людей, какая христианская жизнь, признаки христианской жизни. Рыбное место, да, где рыбное место, там, где их нужды. Там, где наши нужды, там больше Бога оказывается. Но это же неправда. Вы же понимаете, что, ну давайте честно, я специально вам такую наглядную картину, вы же понимаете, что, когда Христос говорил эти слова, Он говорит, ты иди за мной, что Он имел в виду, скажите? Он буквально имел в виду, я хочу, раз ты пришел ко мне, раз ты видишь во мне, что я просил твою нужды, я хочу, чтобы ты взял меня за руку и, как дама в танце чувствует, куда ее ведут, чтобы ты шел за мной. Буквально шел за Ним. Смотрите, спасибо, пасторитая. Смотрите, я приведу вам пример. Кто из вас читал историю? Помните, два ученика после смерти Иисуса Христа пошли по дороге в Емаус? Помните? Кто читал эту историю? Вот два человека идут по дороге в Емаус. Они идут туда и к ним пристает по этой дороге Христос. И они начинают с ним разговаривать, он их спросил, ой, слушай, я случайно порезался, ничего. И они начинают, кто тут зацепился, бывает. И смотрите, что они делают? Они идут по дороге, да ничего, ничего, они идут по дороге и вот они идут, и Христос начинает с ними разговаривать, Он объясняет им Писание и так далее, и так далее. Кто помнит, что там было? Помните, он говорит, «Разве не горело в нас сердце?» И вот они идут. И смотрите, интересный момент. Они приходят в Емаус, они садятся кушать. Иисус преломляет хлеб, у них вдруг глаза открываются, они понимают, что это Христос, но Он исчез. И они, написано, бросают все, бегут к ученикам. У меня вопрос, внимание. Что сказал Иисус ученикам своим, прежде, чем Он был распят? Кто помнит, где Он сказал им оставаться? В Иерусалиме ожидать сошествия Духа Святого. Правда же или нет? Куда пошли ученики? Вы чего туда пошли? Ну мне туда надо сегодня идти. Смотрите, друзья, ведь это же так напоминает нашу жизнь. И помните, смотрите, разве в нас не горело сердце? Разве не горело сердце, когда Он шел вместе с нами? Вопрос. Так и чего ж ты уходишь от Него? Тебе ж так нравится, когда горит сердце. Кто когда-нибудь переживал Божье присутствие? А кто из вас понимает, что Его присутствие, оно несет в себе праведность, святость, чистоту? Ну, правда же? Несет в себе, несет. Так чего ж ты уходишь с этих путей? Надо. Сегодня по плану Ямаус. Там лучше, там хлебнее, там. Ну вы понимаете, друзья? Вот я всегда читал эту историю, и я не понимал. Вот, ну, помните эту песню? Я в кино тебя ждал, а я у аптеки. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. У меня всегда возникает вопрос. Если Христос сказал вам, оставайтесь в Иерусалиме, чего ты пошел в Ямаус? Ну, чего ты туда пошел? Нет, мы идем. Почему? Я вам открою секрет. Потому что, еще раз повторюсь. Правда, жизнь не такова. Реальная христианская жизнь у многих верующих людей строится вокруг их нужд. И это трагедия. Это печалька. Это печалька. Смотрите, мы говорим, Иисус говорит, что тебе до того? Вы думаете, это история об Иоанне, любимом ученике Ипитре? Нет. Это история, друзья, в ней Христос обращается сегодня к нам, говорит, что тебе сегодня до этой твоей нужды? Вы понимаете, друзья? Вот, ну, знаете, до войны многие люди мечтали приобрести недвижимость. И знаете, где недвижимость была лучше всего и дешевле всего? Буча, Ирпень, Ворзель, Гастомель. Ну, вы понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть, вы понимаете, Христос говорит, да что тебе до того, говорит, иди за мной, ты начни следовать за мной, начни идти за мной, начни двигаться за мной, начни следовать за мной. Это не значит, еще раз, что это плохо, это нормально. Я просто привел как пример, чтобы вы поняли, не всегда, друзья, пути наших нужд и восполнения наших нужд есть Божьи пути, понимаете? Но не всегда. Нам нужно всегда координировать свои пути с путем Божьим. Господь, чего ты хочешь? И знаете, я, глядя на эту историю, я записал для себя, что означает следовать за Христом вообще? Как это понять? Что такое для христианина, если уже говорить об этом откровенно, что такое следовать за Христом? Смотрите, следовать за Христом означает проживать всю свою жизнь перед Ним и идти рядом с Ним тем путем, которым Он идет. То есть, буквально, мне нужно сказать, Господь, ты видишь мою жизнь, вот она такая. Не знаю, кто-то говорит, я должен быть идеальным. У тебя не получится быть идеальным, это невозможно. Но хотя бы проживай свои грехи даже перед Богом. Проживай свои ошибки перед Богом. Проживай свои падения, но перед Ним. Библия говорит, праведник семь раз упадет, но встает. Почему мы встаем? Потому что Христос. Потому что мы перед Ним проживаем свою жизнь. А как проживать перед Ним жизнь? Нужно научиться идти Его путем. То есть, тем путем, которым хочет идти Он. Мы все прекрасно понимаем и знаем, я не знаю, как вы, но я читаю в Библии, что Христос всегда служил людям. Кто обратил внимание? Что Христос делал на свадьбе в Кане Галилейской? Служил. Что Он делал в доме этого, Захея, куда Его пригласил Захей? Служил. Что Он делал в доме фарисея, который пригласил Его туда, когда Мария Магдалина пришла? Служил. Мы все знаем, например, что нужно служить, но когда дело доходит до нашей жизни, мы говорим, ну у меня сейчас на это нет времени. И в этот момент ты уже не идешь Его путем. Вы понимаете, ты уже идешь каким путем? Своим. Своим начинаешь идти путем. Когда ты говоришь, ну а у меня так. А я считаю так. Послушайте, друзья, ну как бы объяснить вам, в своей величайшей любви, в величайшей любви, это не значит, что Бог, конечно, отталкивает такого человека. Бог никогда не будет отталкивать. Нет. Но Бог просто говорит тебе, слушай, ну что ж ты без меня мыкаешься, горемыка, по жизни? Что ж ты бродишь по этой жизни и все кричишь, ау, Господи, ты где? Я здесь. Я там, где мне должно быть. Он с 12 лет там, где должно ему быть, вы понимаете? И он все время идет там, и он там, где ему должно быть. Это мы с вами ходим, ау, Иисус, ты куда ушел от меня? Он говорит, я никуда не ушел от тебя, у меня вопрос к тебе. Ты куда ушел от меня? Смотрите, у Христа есть простые, понятные пути. И нам нужно следовать этими путями. Например, как вы думаете, Христос, помните, говорит, когда я был голоден, вы меня не накормили. Скажите, пожалуйста, если ты видишь голодного, куда пошел бы Христос? Кормить голодного. Куда тебе пойти? А у меня занято сейчас время. Он говорит, я был наг, и вы не одели меня. Он говорит, я был в темнице, вы не посетили меня. А у меня времени нет. Понимаете, мы хотим ходить путями, но давайте будем честными. Мы хотим ходить путями с Богом, но на своих каких-то условиях, основаниях. Так не будет. Вы не поняли. У Бога один из его атрибутов, один, и запомните, неотъемлемый атрибут Бога. Он никогда не изменится в этом атрибуте. Он суверенный. Что означает? Его воля такая, какую хочет видеть ее он. Я не знаю, почему его воля именно такая, но именно такую он выбрал себе волю. И он этой волей существует на этой земле. Поэтому, когда Бог видит голодного, он его накормит. Когда он видит на голову, он его оденет. Когда он видит человека в темнице, он его посещает. Почему? Не потому, что он добрый. Это его сердце, это его жизнь. Это его суверенная воля. И какими путями он ходит? Он идет этими путями. Вы понимаете? Смотрите, я хочу сегодня вот для вас дать такое короткое. Я записал себе шесть пунктов. Что означает следовать за Богом? И я хочу раскрыть его на основании тоже одного места из Писания. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 10 глава, 38-39 стихи. Всем известные стихи. Матфея, 10, 38-39. Смотрите. И кто не берет креста своего и... Что делает? Следует за мною. Помните, он говорит, иди за мною. Тот, кто идет за ним, тот не достоин меня. 39 стих. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Давайте с 38-го будем разбирать, с 38-го стиха. Первое. Смотрите, он говорит, кто не берет креста своего и следует за мною. Первый пункт. Слушайте, первый пункт. Определитесь, за кем вы следуете. Только знаете как, еще раз, я знаю, что это очень сложно, но я хочу сегодня призвать нас с вами быть искренними верующими, искренними христианами. Давайте реально, честно признаемся себе, за кем мы идем. Ну честно, надо признаться себе, за кем мы идем. Потому что я хочу вам сказать, друзья, то, за кем мы идем, определяет то, куда мы дойдем. Ну это честно, это реальность. Вы, знаете, самый показательный, может здесь показаться, наверное, вот пастор Виталий, пастор Света, пастор Алексей, Саша, вы поймете, о чем я говорю. Когда приходит человек в РИП-центр, на реабилитацию, потрощенный жизнью в никуда, правда уже, он приходит и говорит, мне бы только избавиться от этого. Мне бы все, ты ему говоришь, тебе нужен Бог. Принимает сразу, мгновенно принимает. Но как только у большинства людей прекращается отношение с зеленым змеем или наркотиком, что делают они? До свидания. Все. Они не начали следовать за Богом, они следовали за собой для решения своей проблемы. Вы понимаете? Вот почему у большинства людей оно не срабатывает. Я хочу сегодня обратиться, дорогая церковь, если мы говорим о преображении жизни в образ Христа, послушайте меня внимательно. Самой большой нуждой нашей жизни должен стать Господь. И нужно научиться следовать именно за Ним. Не за мужем, не за женой, не за семьей, не за хорошей жизнью, не за обетованиями. Это все не есть правильные пути. Смотрите, он говорит, кто не берет креста и следует за кем? За мной. Понимаете, друзья? Я не знаю, как вы... Боже мой, дай мне милости сейчас просто это все донести. Вы знаете, как картина есть, я пытаюсь ее словами передать вам. Вот я объясню. Как видит это Бог? Он примерно видит это так. Смотрите. Люди приходят к Богу со своими проблемами. И они живут с Богом ровно до тех пор, пока либо проблемы не решатся, либо они окончательно не убеждаются в том, что Бог не решает их проблемы. И тогда они говорят, пойду в другое место. Пойду искать его в другом месте ответ. Они же не следуют за Христом, вы понимаете? Вот они буквально не следуют за Ним. Вот в чем вопрос. Знаете, я однажды размышлял, ну говоря об этом, сейчас приведу еще один пример вам. Вы помните, когда Иисус шел на Голгофу уже? Вот он идет на Голгофу, его избили в доме, там во дворце, во дворах Пилата, избили, крест ему, этот терновый венец одели, крест на шею, на спину положили. И вот смотрите, Христос идет по Виа Долороса, и на одном из поворотов он падает, он не может больше нести крест. И кто читал историю? Там вдруг видят Симона Кириньянина. Помните историю? Симон Кириньянин. И ему говорят, Симон, на тебе этот крест, крест неси. И вот Христос идет рядом с Симоном. Все видели эту картинку, да? Симон несет крест, в страсти Христовы смотрели все, помните? Он идет, Христос еще и повис на Симоне, это мало того, что на Симоне крест, еще и Христос висит на нем. И вот они идут. И я вам хочу сказать, друзья, ведь вы знаете, что в Библии ничего не бывает случайным? Знаете, почему эта история там есть? Я хочу вам сказать, друзья, эта история, она описывает жизнь христианина после покаяния. Смотрите внимательно, мы несем крест Христа, мы несем этот крест, но вопрос, на Голгофе кого распяли? Симона, который нес крест, или Христа? Так же и в жизни, друзья, Бог идет рядом с нами, пока мы несем этот крест. Вы никогда не задумывались, зачем в Библии, в Евангелии эта история о Симоне, Кириньянине? Вот она зачем. Смотрите, он говорит, кто не берет креста своего? Смотрите, он берет крест, и он несет его, но распинают там Христа. Точно так же и в нашей жизни, друзья, мы несем, и нам кажется, мне так тяжело, мне тяжело. Мы почему не хотим нести свой крест? Нам тяжело. Но послушайте, вы даже не представляете себе, что вы несете этот крест, потому что Бог дает благодать и милость. Благодать и милость в жизни Симона в чем проявилась? В том, что распяли там Христа. Нес крест он, а распяли Христа. Точно так же и мы, друзья, по милости Божьей, Бог говорит, просто неси свой крест. Как понять, друзья, что пути моей жизни это правильные пути? Когда я несу свой крест. И первое, определитесь, кто за кем следует. Христос должен следовать за вами или вы за ним? Второй момент. Кто не берет креста своего и следует за мною. Скажите, вот это слово мною, о ком оно говорит? О ком? О Христе, правда? Ну, о Боге, о Христе. Вопрос, а какой он? Вы знаете, что я обнаружил? У многих верующих проблема в следовании за Христом связана со следующим. Они не знают самого Христа. Как можно следовать за тем, кого ты не знаешь? Как следовать за тем, кого ты реально не знаешь? А что, я должен молиться каждый день? У меня нету времени сейчас на молитву. Вот ты и не следуешь за ним, потому что только в молитве, только в момент, когда мы соединяемся с Богом, мы познаем его. Правда же? Как можно следовать за тем, за кем, кого ты не знаешь? Почему верующие иногда отпадают, друзья? Да потому что, как бы объяснить, они не отпали-то на самом деле, они давно уже отошли. Они давным-давно отошли. Невозможно отпасть от того, кого ты знаешь. Вот смотрите, вот если бы вы мне поставили сейчас вот 10 человек, завязали глаза, 10 сестер, и сказали, подойди, понюхай, и выбери, где твоя жена, если одна из 10, я выберу. Знаете почему? Я ее знаю. Я ее знаю. Я знаю, я знаю, какие у нее на ощупь руки. Я знаю, какие у нее на ощупь волосы. Я знаю, как она пахнет. Я знаю, как она говорит. Я ее интонацию услышу, даже если будете искажать голос. Почему отпадают некоторые люди? Почему не следуют за Христом? Еще раз говорю, как можно следовать за тем, кого ты не знаешь? Почему люди отпадают? Почему они не знают Христа? Да потому что мы настолько привязываемся к этой жизни, понимаете, мы привязываемся к обстоятельствам этой жизни. Мы настолько привязываемся, что нам кажется, что мы так всю жизнь будем жить. Вы знаете, у каждого человека есть такой тревожный звоночек в жизни. Один из тревожных звоночков, слушайте внимательно, это когда вы однажды, потеряв работу, звоните куда-то и говорите, я хочу устроиться к вам на работу. Они вам задают вопрос, сколько вам лет? Вы говорите там 57, они говорят, вы нас не устраиваете, до свидания. И вы, в смысле? А вы не поняли, что вы стали старыми. Вы не поняли, что не, ну, а 30 было, я же захотел устроиться на работу, поменял работу, пошел устроился. Все, тебе 57, до свидос. Извините, кому 57 и больше, я не о вас сейчас речь, вы поняли? Ну, реалии жизни таковы. Ты не можешь привязаться к этой жизни, вы понимаете? Ну, к этой жизни не стоит привязываться, потому что, когда ты привяжешься к этой жизни, однажды у тебя будет проблема. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Это же звонок о том, что ты для вечности должен жить. Вы не представляете себе, я, даже есть такой фильм, кто смотрел старый советский фильм «Старики-разбойники» с Евстигневым, кто-то смотрел или нет? Смотрел кто-то или нет? Посмотрите для интереса. Когда ему, знаете, он говорит, я работать хочу, ему говорят, вот вам сервиз и на пенсию. Он говорит, я работать хочу, ему говорят, на пенсию. Он говорит, я могу работать на пенсию. И он не знает, что делать. Он не понимает, что делать. У него вся жизнь рухнула. Знаете почему? Потому что мы всю жизнь привязываемся к жизни. А привязываться надо к кому? Но невозможно привязаться к тому, кого ты не знаешь. Кто-нибудь слышал из вас истории о том, что часто бывает так, что семьи моряков дальнего плавания, дальнобойщиков, зарабичан, которые уезжают на смены, часто распадаются. Кто слышал такие истории? Что очень сложно поддерживать отношения на расстоянии. А кто мне скажет, почему? Потому что очень сложно узнавать человека на расстоянии, особенно, когда нету связи и так далее. Вы понимаете? Просто приходит, здравствуйте, женщина, я вас видел. Ну, невозможно следовать за Христом, которого ты не знаешь. Третий пункт, который я вижу в этом стихе, 38 стихе, 39, простите, можно 39 стих? 39. Сберегший душу свою. Кто мне скажет, что означает слово душа? Жизнь, правда? Так вот, я записал, следовать за Богом, друзья, нужно не только верой и учением, а следовать за Богом нужно жизнью своей. То есть, что это означает? Вы знаете, я заметил, многие верующие люди, мы вникаем в учение, но забываем после этого еще вникнуть в себя. Знаете, я страдал, я помню однажды, слава Богу, за мою мудрую жену, она мне однажды помогла. Знаете, бывает такое, может, у кого-то тоже было, я не знаю, ну, у меня так было. Знаете, ты посмотрел в журнале какой-то, смотришь, такой человек красиво в костюме каком-то такой, знаете, ну, классный. Там вот модно было недавно еще клетка такая, знаете, большая, клетчатый костюм. И я жене как-то помню, говорю, я тоже хочу себе такой костюм. Слава Богу, за мудрую жену. Она говорит, послушай. Говорит, ну ты себе купишь этот клетчатый костюм. И что, говорит, будешь как Карлсон? Он, говорит, тот, на ком это костюм, он же высокий и худой, а ты другой. Но это не значит, что я плохой, она меня любит, просто на меня этот костюм не подходит. Понимаете, друзья, мы часто слышим слово, и мы говорим, о, да, аллилуйя. Да ты прежде, чем сказать аллилуйя, ты вначале задай себе вопрос, а так ли у тебя с этим? Может, потом ты скажешь, Господи, прости, вместо аллилуйя. Понимаете, нужно одевать на себя. Смотрите, он говорит, душу свою, жизнь. Мы почему не можем следовать за Христом? Мы жизнь не хотим менять. Мы хотим прийти ко Христу, и чтобы вот мы спаслись, Господь, а жизнь у каждого врозь. Так не бывает. Вы понимаете, так не может быть. Мы следовать за Ним. Помните пример с пастором Виталием? Следовать за Ним, это жизнью следовать за Ним. То есть ты будешь падать на этом пути, ты будешь ошибаться. Вставай и вновь следуй за Ним, но меняйся. Преображайся. То есть что, ты в конце жизни станешь идеальным? Нет, ты не станешь идеальным в конце жизни. Но хотя бы ты прошел эту жизнь с Ним. Ты не пытался сберечь эту душу для себя, потому что Он говорит, ты все равно ее... Что это означает? Смотрите. Я не знаю, это же Библия. То есть ты всю жизнь делал, 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 для себя жил, 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 а потом приходит смерть, и все. Вы понимаете, что такое смерть? Это все. То есть все, и дальше нечего менять. Тебе дальше нечего менять. Ты не можешь менять уже ничего. Ты ничего не можешь изменить уже. Вот проблема. И когда ты ничего не можешь изменить, ты берешь... Кто мне скажет, когда наступает смерть, что умирает? Тело, а душа и дух остаются живыми. То есть все, что мы чувствовали, все, что мы знали, все, что мы помнили, все, что мы видели, все, что мы переживали, все, что мы простили и не простили, все, что мы благословили и прокляли, все, что мы обрадовались и огорчились, все это мы возьмем с собой и вот так обнаженными придем перед Богом, предстанем. И что тогда? Он говорит, ты потеряешь душу свою. Ты ее потеряешь все равно. Послушайте, люди не понимают, неверующие люди, но им-то простительно, неверующие люди не понимают, зачем мы ходим в церковь, зачем мы молимся, зачем мы читаем Библию. Они не понимают этого реально. Почему? Потому что они не понимают, как можно, находясь в здравом рассудке, пытаться жить какой-то чужой жизнью. Живи своей жизнью, живи для себя, живи, получай от жизни то, что тебе нужно. Я вам хочу сказать, друзья, я могу получить многое, но в конце я его все равно потеряю. А останется со мной ровно то, где я позволил себе такую роскошь жить жизнью Христа. Смотрите, он говорит, потерявши душу свою, ради кого? Сбережет ее. Ровно то, где мы в нашей жизни жили для Христа, позволили себе роскошь, ему отражаться в нас, проживать ему свою жизнь, ровно это и становится нашим богатством. Это становится нашим богатством, нашим наследием. С тем, чем мы предстанем перед Христом. И еще одна вещь, которую хочу обратить ваше внимание, на которую, точнее, хочу обратить ваше внимание здесь. Смотрите. Четвертое. Можно вернуть назад, пожалуйста, 38 стих? Четвертое. Здесь написано «креста». Креста. Нет. Ваш муж, который пьет, это проблема, которую надо решать с Богом. Мои дети, это мой крест. Он может их и забрать. Как насчет? О, не, не надо, Господи. Тогда что такое крест? Крест, друзья, еще раз, это жизнь, которую мы живем для него. Смотрите, вернемся к истории Симона Кириньянина. Скажите мне, в сорокоградусную жару нести крест, это тяжело или легко? Тяжело. Вопрос, внимание, к вам. Так чей крест нес Симон? Чей крест он нес? Христа. Но нес его он. Точно так же, друзья, Бог. Он хочет, чтобы мы жили эту жизнь, но не для себя буквально проживали, а проживали эту жизнь для него, чтобы он, как бы, как им сказать, вот, вот, он сейчас, вот если вселился, он бы сказал, сейчас, к примеру, я хочу, чтобы ты пошел детям служил. Я говорю, а пошел детям служить. А что ты хочешь? А я на пляж хочу. Вы знаете, сколько раз у меня было, раньше у нас, ну, мы проводили ретрит, и сейчас, я думаю, война закончится, мы будем возобновлять этот процесс. Вот, вы не представляете, сколько раз было, особенно вот в старом офисе на, этого, на, сверстюка, на четвертом этаже, жарень, на улицу смотришь, а там люди идут, знаете, в маечках, на канал идут купаться. Я помню этот момент, стою, смотрю на них на перерыве, такой, думаю, что я здесь делаю? Как я хочу сейчас пойти вместе с ними туда купаться? Как я хочу бросить это все? И я задаю себе вопрос, Христос, а ты чего хочешь? Говорит, это мои возлюбленные, я хочу, чтобы ты учил, рассказал, поделился. Говорит, да? Ну, окей. И ты понимаешь, в этот момент борьба происходит, ты понимаешь, в этот момент ты делаешь то, чего хотел бы делать Христос. Вот, что означает, друзья, крест. Крест, крест, это когда я позволяю Христу, то есть я позволяю своей жизни нести его крест. То есть буквально я выступаю всего лишь навсего оболочкой, которую использует он для того, чтобы творить то, что хочет делать он. Вы можете себе представить, друзья, жизнь апостола Павла? Представляете, какая увлекательная жизнь? Сколько человек путешествовал? А как славно закончил путешествие в Риме, столице мира? Ну, правда, да, голову отрубили. А так, в целом, сколько попутешествовал человек? Нежданчик, да, такое, называется, страховой случай произошел с человеком. Вы понимаете, друзья, он любил путешествовать или нет? Мы не знаем, все, что мы знаем, что апостол Павел следовал, куда бы Христос его не повел, правда? Он предоставил ему свою жизнь, и это был его крест. И еще одна вещь, которую я хочу обратить ваше внимание, друзья, пятая, это вот в 39 стихе, «сберегший душу свою». Что означает «сберегший»? «Сберегший» — это, друзья, тот, который, если все бегут, бежит и он. Вот смотрите, сейчас в нашей стране идет война, и кто из вас понимает, что люди, которые на передовой, есть шанс, что они могут не вернуться домой к своим семьям? Кто это понимает? Тогда я задам вопрос, почему некоторые люди не хотят сознательно, я сейчас не говорю, друзья, еще раз о каких-то объективных факторах, вы поняли, не надо вгонять себя в самоосуждение. Я говорю сейчас о других факторах. Почему некоторые люди не хотят идти туда? Кто скажет? Они не хотят потерять свою жизнь. Они хотят ее сберечь, правда? Смотрите, то есть есть места, куда люди идут, а есть места, куда другие люди не хотят идти, потому что хотят сберечь свою жизнь. Так вот, послушайте, я что обнаружил? Я обнаружил, что многие верующие люди, они хотят прожить свою жизнь так, чтобы ни в чем никакого не было им ущерба, вы понимаете? Я вам открою один секрет. Если вы хотите хотя бы один день жить, прожить жизнью Христа, я не знаю, куда он вас поведет, я не знаю, что вы будете делать, я не знаю, чем вы будете заниматься, но я точно знаю одну вещь. В течение этого дня вас ждет ущерб. Невозможно служить Богу без ущерба. Что такое ущерб? Без причинения самому себе вреда. Кто когда-нибудь был пастором, тот вообще поймет, о чем я говорю. Это вообще какой-то, знаете, такое называется отряд самоубийц. Потому что, что бы ты ни начал делать, ты будешь неправ. Вы знаете, мне нравится быть пастором, это интересно. Это интересно, интригующе. Ты проповедуешь, кто-то говорит сильно громко. Начал тише проповедовать, сильно тихо, другие говорят. Посередине проповедуешь, все равно не так. Вот честно вам говорю, я вообще никогда не буду проповедовать так, как надо. Я уже давно это понял. Я просто проповедую так, как вот, ну вот я проповедую, все, принимайте или не принимайте. По-любому это ущерб. Вы понимаете, что ты всем мил не будешь. Знаете об этом? Я знаю, что у меня голос сильно дребезжащий. Хотелось бы, чтобы был ниже. Ну нет, у меня голоса ниже, я не умею, простите. Потому что, и я не буду даже пытаться делать, потому что, как только я сделаю голос ниже, найдется кто-то, скажет, не, хотелось, чтобы повыше был бы. Это же ненормальная штука, вы понимаете, друзья? Поэтому, что сберегать свою душу? Надо понимать, что потерять. И что такое потерявший, шестое, друзья? Это идти за Богом даже тогда, когда другие перестают, находя при этом объективные причины. Вы знаете, что есть объективные причины, чтобы не служить Богу? Их масса, их можно найти всегда. Но я хочу вам сказать сегодня одну простую истину. Друзья, еще раз, как называется проповедь? Что тебе до того? Ты иди за мной. Иди за мной. Я знаю, что точно кто-то в конце этой проповеди подумает, не, ну это слишком, а я вам отвечу темой этой проповеди. Что вам до этого? Вам-то что до этого? Я же не для вас проповедовал, а для себя, если вы не в курсе. И для своей семьи еще. Вам-то что до этого? Вы следуйте за ним. И если что-нибудь из этой проповеди окажется полезным для вас, так вы послушайте. Помни всегда, у следования за Христом есть своя цена. Крест. Последнее, друзья. Евангелие от Иоанна, давайте откроем еще раз, 21 глава, 22 стих, с которого мы начинали. Вот. Иисус говорит ему, Петру, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Я сегодня хочу сказать, друзья, мы говорили сегодня о следовании за Богом. Так вот, сегодня очень простой комментарий для вас, для каждого. Научитесь следовать за Богом. Но помните, вот те шесть пунктов, которые я дал. нельзя следовать за Богом на своих условиях. Правда? Ну не получится так. Мы уже прошли, я думаю, что мы с вами прошли сейчас этот момент. До войны я помню, я считаю так, я считаю так, война все расставляет на свои места. Так легко проповедовать во время войны. А я считаю, что должно было так. Ну не вопрос, ну пусть будет, а оно так не будет. А оно так не будет никогда. Никогда. я хочу, чтобы в моей жизни был мир и комфорт. Самое интересное, что те, которые сбежали, я сейчас не говорю сбежали, уехали, переехали. Это нормально, еще раз, ничего плохого не имею. Это нормально, нормально сберечь свою жизнь. Это нормально. Ну просто, чтобы вы поняли. Аня, я знаю, ты была в Германии, задам вопрос тебе такой. Скажи, что там комфортно оказалось, когда уехала от войны? Все девушки абсолютно что? Плачут. Хочу. И там дискомфортно. Так вот, я вам хочу сказать, друзья, хватит смотреть по сторонам. Начни следовать за Христом. Я хочу, чтобы мы с вами, давайте склоним голову, давайте будем молиться. Господи, дай мне благодати следовать за тобой в любое время. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя. Господь, мы молимся Тебе сегодня и просим Тебя. Господь, мы слышали Твое слово о том, чтобы мы могли идти за Тобой, не обращая внимания ни на обстоятельства, ни на времена, ни на условия, ни на людей, ни на что другое. Господь, дай нам милости и благодати действительно следовать за Тобой. Идти за Тобой. Идти за Тобой. Господь, если нужно нести свой крест, нести свой крест. Если нужно потерять душу, терять ее. Если нужно не сберегать свою душу и не пытаться ее сберечь для Тебя, значит не сберегать ее. Если нужно познавать Тебя, чтобы следовать за Тобой, Господь, и Твоими путями, значит познавать Тебя. Господь, дай нам в этом милости, дай нам в этом благости. Во имя Иисуса Христа. Мы сегодня благодарим Тебя, любим Тебя и славим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Еще раз повторюсь, цель сегодняшней проповеди очень простая. Научить кого-то следовать за Богом, а кому-то напомнить, что в жизни нужно следовать за Христом. А не за своими желаниями и своими путями. Аминь. Друзья, я рекомендую вам прослушать эту проповедь еще не раз. Погрузиться туда, подумать, поразмышлять над ней. И я вам хочу сказать, тогда наша с вами христианская жизнь, она станет прекрасна. Она станет замечательна, изумительна. И такая хорошая, такая простая, добрая, интересная. Субтитры создавал DimaTorzok